Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели и предлагаю провести очередной разбор полетов вчерашнего дня и тех событий, а также того новостного фона, который влиял на поведение наших традиционных с вами валютных пар и товарных активов, на которые мы обращаем внимание каждый день. К сожалению, не могу сохранить прежнее бодрое расположение духа, поскольку рынок, мягко говоря, мягко говоря, разочаровывает, потому что мы, я лично вынужден сейчас констатировать тот факт, что уход, опять же, от идей фундаментальных, которые раньше провоцировали интересы трейдеров к безопасным инструментам, был преждевремен. И, видимо, расчет на то, что представленная Трампом налоговая реформа, пусть и в предварительной формации, станет стимулом для наращивания позиций, соответственно, укрепления курса вектора, бычьего вектора американской валюты, все это было преждевременно. Те события и, собственно, тот фундамент, который сейчас трейдерами обсуждается с большим удовольствием, это основа скандала, интриги, расследований, которые связаны с компроматом на Трампа и, соответственно, с постройкой вот этих идей, которые касаются того, что же дальше может возникнуть на дороге реформ Трампа, что может их отсрочить и, соответственно, что заставляет трейдеров сейчас активно распродавать американцы. Я думаю, что эта тема, безусловно, интересует вас так же, как и меня. Может быть, кто-то, разделяющий такой же фундаментальный подход, как и я, уже сам ознакомился с новостными фотками и знает то, что, в принципе, сейчас является основной идеей по политике Трампа и тому, что сейчас, собственно, на первых заголовках, на первых постах любых средств массовой информации. Ну, давайте мы поговорим об этом, когда коснемся непосредственно американского доллара. У нас есть еще и традиционные вступительные активы. Это, конечно же, рынок нефти, который, к сожалению, также разочаровал вчера, потому что мы не нашли продолжение той коррекционной идеи, на которую даже краткосрочная настраивается после распродажа торговой сессии вторника. И, говоря, почему рынок нефти вырос, я думаю, это преимущественным образом было связано с публикацией данных от Министерства энергетики США по запасам. Вы наверняка знаете то, что для рынка нефти эти регулярные, еженедельные статистические отчеты являются сейчас основными и имеют куда большее влияние, нежели чем всегда, поскольку эта статистика касается штатов, а штаты идут на передовой в отношении всего новостного фона. Потому что штаты, эта статистика покрывает даже фундамент, связанный с продлением энергетического пакта, потому что весь позитив, который можно построить по идее пролонгации этой сделки, топчется и нейтрализуется теми, собственно, действиями, тем объемом, нарощенным, увеличенным по добыче нефти со стороны Соединенных Штатов Америки. Вчера, если говорить в целом в рамках торговой сессии, мы практически по нефти наблюдали максимум за последние три недели. Это стало следствием, то есть этот интерес к нефти, стало следствием выхода данных по запасам нефти от Министерства энергетики и мы, собственно, по факту цифр видели, что запасы снижаются уже шестую неделю подряд, минус 1,75 миллиона против прошлого спада на минус 5,2. Параллельно с этим мы получили еще отчет по запасам бензина, они также сократились на 400 тысяч баррелей в сутки. А вот что касается объема добычи, так он по-прежнему остался на очень высоком значении, выше 15 тысяч баррелей прироста за неделю. Это позитивный, на мой взгляд, сигнал, потому что это та статистика, которая подтверждает неуклонность и исключительно кривую растущую увеличение показателя добычи и производства, которая непременно вот уже в первых числах июня снова станет причиной пересмотра прогноза от Администрации энергетической информации и в том числе от Международного энергетического агентства по объемам добычи нефти в США и в целом по глобальной экономике. Друзья, если вы торгуете нефтью, сейчас пора уже определиться, к какой категории трейдеров вы относитесь, к тем трейдерам, которые верят в сделку ОПЕК и считают то, что ее продление, пусть и на 9 месяцев, как было предварительно обозначено в начале этой недели министр энергетики Саудовской Аравии и России, дольше, то есть продление на больший период, нежели прогнозировали ранее. Верите ли вы в эту сделку, считаете, что она станет причиной дебалансировки, спроса и предложения, она сможет поддержать ценовую конъюнтуру, либо вы все-таки относите себя к категории других трейдеров, которые обращают внимание на ОПЕК постольку-поскольку, но делают большую ставку, гораздо большую ставку на регионы, которые не обременены условиями этой сделки, их много. Кому-то могут быть интересны Ливия, Нигерия, кто-то анализирует статистику по добыче в Бразилии, в Канаде, кто-то, собственно, доволен теми результатами, которые сейчас по релизам получают от Соединенных Штатов Америки. Это все те страны, которые не участвуют в этой сделке, а, соответственно, они вольне увеличивают объемы добычи в тех масштабах, в которых только заблагорассудится. Потому что производственные мощности есть, доля, высвобождающаяся на рынке за счет сокращения объемов добычи регионами, участвующими в этом соглашении, тоже эти возможности созданы. Поэтому именно от того, какую ставку и на что вы сделаете, будет зависеть, собственно, дальнейший трейдинг. Моя задача, конечно же, обрисовывать все те новостные факторы, которые на рынке присутствуют. Да, есть и позитивные в каком-то формате, но в целом я больше делаю акцент на наличие серьезного медвежьего потенциала. И вот тот тщательный, я могу позволить себе сказать, опять же, обзор всех новостей, которые касаются непосредственно рынка нефти, сейчас, наверное, действительно дает понять, что аргументов в пользу коротких позиций гораздо больше. Позитивные моменты в отношении продления сделки ОПЕК. Присутствуют ли они? Ну, если только вы искренне верите, то, что 25 мая все поддерживают позицию Саудовской Аравии, России и сделку продлят, пусть и на 9 месяцев вперед. Негативные факторы, их тоже предостаточно. Вот вспомните, пожалуйста, доклад Международного инотеического агентства, мы его анализировали вчера, где прямая формировка гласит следующее. То, что даже в случае продления сделки, пусть и на 9 месяцев, это все равно не будет достаточными мерами для того, чтобы решить проблему с перепроизводством, которое до конца этого года сохранится на уровне выше 300 миллионов баррелей, нежели среднее, медианное значение, которое мы наблюдали за последние 5 лет. Это не какой-то субъективный анализ, чтобы вы понимали, это прогноз Международного инотеического агентства, то есть это те данные, которым стоит доверять. Ну и потом ОПЕК еще на прошлой неделе заявлял, что они лично ожидают, что к концу этого года объемы добычи в рядных регионах вырастут больше, чем на 50%. Пожалуйста, не забывайте и про это. Поэтому, друзья, если вас интересует мое мнение, я считаю, что не нужно поддаваться на тот локальный посетив, который присутствует, нужно придерживаться прежнего осела. Да, может быть, болезненно наблюдать за тем, как актив восстанавливается, претендует на то, чтобы закрепиться выше 52 или даже пойти еще выше. Вот сейчас, кстати, котировки 52.05. Но мы уже видели выше цены, а потом следовал очень серьезный прессинг на этот актив и активные распродажи, которые в моменте возвращали инструмент Brent ниже 50 долларов за баррель. Я считаю, что на этой неделе у нас есть еще отчет Baker Hughes. Завтра это статистика по количеству нефтяных терминалов. Уверен, что это будет уже 18-я неделя подряд, когда количество нефтяных станций, специализирующихся на сланцевой добыче, увеличивается. И я надеюсь, что эта статистика напомнит медведям, почему именно они должны сейчас на рынке прессинговать. Поэтому CELL сохраняет свой приоритет. Российская валюта 57.21. К сожалению, мы не сможем увидеть те же самые 58-59 до тех пор, пока Brent снова не окажется ниже 50. Поэтому для нас перво-наперво необходимо, чтобы реализовался сценарий касательно рынка черного золота. Европейская валюта продолжает расти. Сейчас котировки 1.11.42. Как мы и отмечали, настроенческий сантимент именно преобладания доминирующей позиции медведя сейчас позволяет кулуарным силам все-таки зарабатывать на общем рыночном заблуждении и толкать европейскую валюту вверх. Если вы спросите, есть ли для этого серьезные фундаментальные предпосылки, ну какие-то может быть и есть. Если верите в исключительно сильную статистику по состоянию немецкой экономики, если верите в наличие прогрессивного, скажем, роста по основным секторам экономики всей еврозоны, если верите в то, что Европейский центральный банк уже совсем скоро откажется от текущих экономических стимулов, тогда вы, конечно же, найдете позитив. Но это все те самые факторы, которые предпосылки натянуты за уши, потому что на самом деле такого существительного позитива нет. Вот вчера вышел отчет по данным по инфляции. Базовое значение осталось на отметке 1.2%. Много это или мало? Это мало, друзья. Индекс потребительских цен на месячном выражении вырос на 0,4%. Но да, рост это позитивный момент. Но вспомните, какой уровень мы наблюдали по этому индикатору двумя месяцами назад. Это рост на 0,8%. Поэтому здесь ощущается спад. И я напоминаю то, что на инфляцию подавляющим образом влияет ситуация на рынке нефти. Потому что именно стоимость энергоресурсов – это одна из компонентов потенциального роста, либо снижение инфляционного давления. Если мы с вами вернемся сейчас к нисходящему тренду и точно закрепимся ниже 50 долларов за баррель, то факт снижения цен на нефть с уже просчитанным временным лагом примерно на 3-4 месяца, спустя 3-4 месяца, найдет свое отражение снижения индексов потребительских цен. И как только эта статистика станет достоянием общественности через регулярные лисы, мы тут же услышим более усиленные комментарии и со стороны руководства Европейского центрального банка о том, что, как я уже говорил, рановато объявлять победу в борьбе с более низкими значениями инфляции. Сейчас этот новостной фонд должен быть, безусловно, по-прежнему актуален. Сегодня, кстати, у нас в 20.00 по Москве будет выступать Марио Драги. Послушаем, что он скажет. Между прочим, на рынке есть идея, что постепенно риторика монетарных властей, денежных властей Европейского центрального банка будет смещаться по плоскости тех осуждений, которые должны обрисовать для общественности благое преимущество более слабого курса европейской валюты. Если мы подойдем, собственно, с этим, скажем так, ключиком понимания к сегодняшнему событию и получим какие-то реальные аргументы, которые сможем использовать дальше в этой связи, тогда европейская валюта будет вынуждена оклематься. Но если же на рынке все-таки будут и дальше доминирующими идеи, связанные с распродажами доллара, обсуждение вот это на основу фона касательно Трампа, и если на рынке и дальше будут расти исключительно короткие позиции, снова обращаю ваше внимание, касательно индикатора кайма на рыночных настроениях, тогда европейская валюта может еще немного подрасти. Здесь нужно сделать, опять же, выбор и ставку. Либо вы хотите рисковать, основываясь на рыночных настроениях, и покупать европейскую валюту до тех пор, пока не произойдет этого позиционного слома, либо вы все-таки так же, как и я, осознаете то, что евро, ну такой растущий тренд, который мы наблюдаем уже несколько сессий подряд, его, конечно же, нужно приостанавливать, а может быть даже и ломать, особенно, что текущие уровни – это многомесячные хаймы. Дальше идем. Доллар японская иена. Ну, здесь, конечно же, нужно говорить про американцы, потому что доллар сейчас, возможно, один из основных катализаторов всего рынка Форекс. Американская валюта слабеет, потому что провалился и индекс доллара, снова ниже 98, потому что снижаются доходности американских трежер, в частности, минус 10 пунктов по 10 леткам за вчерашнюю торговую сессию, а может быть даже и еще ниже. Что сейчас, опять же, правит балом? Что сейчас трейдеров заставляет все-таки аккумулировать свои средства в защите? Почему мы видим такой резкий спрос на франк? Почему так активно растет золото? Почему сейчас активно покупают японскую валюту? Я думаю, что здесь неправильно будет искать ответы в какой-то статистике. Нужно уже прийти к пониманию, что на рынке случился очередной форс-мажор, который раньше недооценивался. И вот динамика вчерашнего дня доказывает то, что этот форс-мажор проявил себя во всей красе. Речь идет, друзья, о очень громкой статье, которая появилась в Нью-Йорк Таймс, которая уже связывается с настоящим, полноценным и самым крутым контромантом, который удалось в последнее время нарыть на Дуна-де-Трампа. Суть этой статьи заключается в том, что в феврале этого года Трамп якобы просил директора ФБР Джеймса, о коме, по-моему, так вот взял, замять скандал и расследование связей его советника, то есть советника Трампа с чиновниками и официальными лицами из России. Собственно, о ком идет речь? Это советник по национальной безопасности. И эта тема до такой степени пришлась по душе общественности, что все тут же заговорили о том, что грядет самый настоящий, еще более выраженный кризис недоверия или даже кризис легитимности в отношении трамповской персоны. Если это так, то Трампу потребуется сейчас куда больше времени, чтобы замять и эти скандалы, и только после того, как рынок успокоится, снова перейти к тем самым реформам, которые были анонсированы еще во время его становления как президента, а раньше еще во время предвыборной кампании. Поэтому сейчас трейдеры, которые делали ставку, и я в том числе, на рост американца, надеясь, что удастся обойти хотя бы несколько месяцев пожить без вот этих новостных форс-мажоров, сейчас приходится мириться с идеей, что вот эти фундаментальные позитивные моменты, они сейчас уже не так актуальны. И прежде чем мы снова заговорим о реформах, нужно, чтобы были проданы все вот эти препятствия. Это важный момент для рынка форекс, это очень важное событие для доллара. Меня, безусловно, очень волнует вопрос, когда же все-таки эта реакция, текущая реакция, текущая распродажа в долларах будут прекращены, когда рынок снова начнет искать возможности извлечения большего профита на высокодоходных сделках, то есть на торговле рисковых активов через их покупку. Надеюсь, что произойдет это очень скоро. И надеюсь, что Трамп, который уже за последние лет 30-40 доказал то, что он, как никто другой, может выходить из всех скандалов, из всех проблем, преодолевать все трудности. Человек, который трижды или даже четырежды переживал банкротство и снова поднимал свою империю. Я надеюсь, что сейчас Трамп также не разочарует и не позволит вот этим негативным трендам распространяться на финансовых площадках в течение более длительного периода времени. Поэтому остается только держать кулаки, стиснуть зубы и терпеть то, что сейчас происходит на рынке. Надеяться на то, что спустя, возможно, в лучшем случае, через несколько дней, мы снова вернемся к спекуляциям по факту скорого июньского заседания ФРС со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде процентной ставки. Фунт против американца, друзья, в уровне безработицы вчера 4,6% из 4,7%. Хорошее значение, безусловно, лучшее за последние несколько десятков лет. Средняя зарплата снизилась на 0,1%. Это минимальное значение 2014 года. И может быть еще один сигнал того, что инфляция, как я говорил вчера, высокие значения, особенно настолько высокие, что выходит за пределы установленного коридора и границы банком Англии, оказывает давление на зарплата и провоцирует их снижение. И не забывайте о том, что одним из основных показателей, компонентов экономического роста является активность потребителей и внутренний спрос. Вот сегодня у нас в 11.30, прошу прощения, то есть так же, как и всегда, британская статистика, в 11.30, собственно, как и днем ранее, двумя днями ранее, остается часа 45 у нас до этого релиза, рекомендую обратить внимание. И на него роничные продажи, активность потребителей. И снова, собственно, как и вчера, все-таки не так высоко мы забрали сейчас по британцу, как, к примеру, по евро. Разворот может произойти, котировка сейчас 1.2962, уровень 1.30 никак не дается. И не нужно, конечно же, чтобы он пал. Надеюсь, то, что роничные продажи, ну, больше просто надеяться по статистике из дневных и недельных отчетов неначно, сегодня поддерживают нашу короткую позицию, потому что нужен хотя бы какой-то глоток воздуха, спокойствие и хоть какой-то позитив, который позволит нам выйти из уготченной позиции хотя бы по британцу, до тех пор, пока настроение не устаканится, скажем так, в отношении доллара. Австралиец против доллара. Сегодня также мы анализировали данные по рынку труда, уровень занятости повысился на 37 тысяч с половиной, по сути, новых рабочих мест, уровень безработицы снизился с 5,9 до 5,7. Позитив, который нашел свое отражение в локальной динамике, мы видели спрос на австралийца, но я хочу отметить то, что не статистика сейчас особенно по рынку труда толкает австралийца вверх. Единственная причина роста австралийца – это слабость доллара, друзья. Поэтому, как только мы нащупаем снова возможности для покупки американцев и увидим, что доллар растет, все тут же вспомнят про риторику Резервного банка Австралии в ходе последнего заседания, когда были сделаны акценты на серьезный кризис, который сейчас наблюдается в отношении задолженности домохозяйства и кризис, характерный для рынка недвижимости. Американский фондовый рынок, к сожалению, вчера также просел, опять же, на тех самых новостях, которые мы с вами разбирали по поводу компромата на Трампа. Котировки сейчас по S&P 2362. Ну, друзья, особо не расстраивайтесь, уверен, что мы вернемся к восходящей динамике и снова коснемся исторического максимума. В очередной раз его перепишем. Доллар-франк котировки 0,98. Здесь я предлагаю не задумывать покупать, потому что здесь можно рассчитывать не только на поддержку со стороны потенциального роста доллара, но и не забывайте про то, что нам уже отмечал Национальный банк Швейцарии и его руководство по поводу тех стимулов, которые дальше будут направлены на сдерживание дальнейшего укрепления франка. Я надеюсь, что интервенции должны себя проявить в ближайшее время, особенно по факту того роста евро, который мы сейчас наблюдаем. И эти интервенции должны стать причиной, собственно, слабости франка. Из важных событий ждем сегодня в 11.30 страничные продажи в Англии, в 15.30 классический отчет для четверга заявки на посылки по безработице в Штатах. И, наверное, куда более важный релиз, точнее события, информационный повод – это в 20.00 выступление председателя Европейского Центрального банка Марио Драги. Друзья, на этом, собственно, все. Если есть вопросы, как и всегда, канал на YouTube к вашим услугам. Но если оставляете вопросы и комментарии, и если просматриваете, собственно, брифинг не через перископ, то есть где он в эфире, а в записи, ну, не трудно, наверное, поставить себе лайк, большой палец. Я буду за это вам крайне благодарен. На этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.